лайк подписка бубенцы пиши под этим видео столько комментариев сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале всем огромнейший привет уважаемые друзья зрители и подписчики моего канала меня зовут евгений ну или матрикс если кому так удобнее ребятки сегодня у нас игрушка который называется дети плесени наша отечественная разработка там нею крайне рекомендовали посмотреть смотрим и сегодня не забудьте поставить лайкосик особенно жирный потому что у меня моя любимая рубрика это хоррор вместо завтрака во мне сейчас стакан шиповника из и снова и собственно все и если вы сейчас кушаете то приятного вам аппетита очень сильно завидую вы ранее утро потячу и делают экрана за компом даже борода еще не отсохла ладненько а ворона каркает продолжить диалог а то есть хоть на что можно продолжить диалог окей только этого не хватало вороний крик прямо у пресносущего дуба владыки что-то дурное надвигается ох чувствует гнилое сердечко почему гнилое игра про зомби сразу что ли ворона каркает погромче и дайте мне звук он спасибо о чем же толкуешь неспроста предупреждаешь тут сомнений нет так ведь и чувствовала недоброе недоброе знамение когда сорока на заре залетела в окошко стоило прочитать заговор у порога ох как стоило курсор вы не видите хорошо чего чумаза деваха на какую-то актрису похоже очень сильно молодая прям такая могилка могилка зато блондинец твой зовут могилка у тебя были очень креативные родители кирфилл а у чего задумалась то странное имя вызвалась подсобить называется а теперь встала как закопанная опять что ли на владычицу сетовать будешь ох даже не напоминай о ней пошли уже ну на солнышко то взгляни мертвых ведь до полудня почуют что-то недоброе до огня ведь покойников пожалуй не стоит могилка и и так беспокоил блять могилка я не смогу это соотносить как химия и так беспокоилась что не успеем поднести яст ее подопечным заботиться об их благе больше чем о своем этот ломанный язык заставит меня поливаться и материться наверное всю игру потому что его очень сложно выговаривать я так понимаю что блондинистые они обе блондинистые хорошо мелкая которая пониже с косой это смотритель кладбища несмотря то что она похожа на смерть матушку и что за тревожный бес меня обуял выезды мы можем ходить прям на всад а куда идти то слышь могиль уюта их тихо 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 прекращаете так почем задумалась ты кирф сознавайся уж не расскажу никому хотя может расскажу но ты сама знаешь мои короткие мои кроткие слушатели едва ли любители сплетничать так и здесь мы можем переключать варианты да а вару что не слышала все не пойму чего нам делилось поведать ну давайте первое она больше похоже как можно мышью вообще это делать а кушать просила ясное дело не хочет небось на сухом поле клевать там все такое горькое да еще и язык вяжет будто сама пробовала ты уже не поверь я там уж на и крышки сама пробовала чё улыбаешься пойдем пошустрее пока хлебушке еще теплый спички ну как пахнет так и хочется краюшку слопать их жаль что нельзя почему это ты чего кирф живые с покойниками обед не делят но в этом есть твоя логика ты ел учился вчера я-то себе найду хлебца они как потянутся ручками прям из земли ужас какой а когда покойники сыты так можно и прикормить немножечко так ты начал вообще в растрепанных чувствах выглядит пойдем уже и когда будем там не забывай тревожить семена коими стали оставленные тела нельзя они должны прорасти обернуться свежей душистой травой какой-то психопатии слегка попахивает ну пойдем а я тещу с обгоню у меня ноги получается длиннее да кстати слышала про вчерашнего покойника последнего горем у последнего горе муженька моего твоего у тебя их смысле папа пачки сразу по нескольку горе муженька а то до заката нас не успели обвенчать тогда еще только ямку ему копали я что-то сейчас не понимаю подождите вот и пришлось луны ждать вдруг его душеньку за то время увела бесовица огневиться утащила бы за собой и поминай как звали кошмар кошмар так и что там охотника вчера растерзали говорят в лес направился срубить заговоренную липу копье что ли хотят из нее сделать мало было четверых покойников до него так при том почти там же это такой ужас ты бы видела когда нашли его уже почти целиком сгрызли прям уж целиком несчастному оттяпали обе ноги до колен представляешь ручки до костей а брюхо скажу просто меня чуть не вырвало а ты знаешь сколько я этими самыми глазами уже видывала ему даже сердце выгрызли прямо из-под ребер какая занимательная навел кота нас ждет ребятушки владыка лес постарался ну мне так следопыты сказали и лицо кстати как обычно не тронута хорошенький был ладно хоть быстро сыскали не гнили капа зеленелого все так шатаешься под ночами с хомполе все хватит с меня разговоров про мертвяков а ведь не дух на себя недолго навести честно говоря я бы наверное выбрал второй вариант но для продолжения сюжета скорее надо будет первый конечно каждую третью луну слежу как бы кто не поднялся из могилки могилка следить чтобы никто не поднялся из могилки раненько представь если по деревне покойники волочиться начнут ужас и хоть бы раз видела встающего мертвеца так они же не осмелятся при мне то у меня вон коса затем и блюжу ха-ха-ха блядь мужик мужик ты че делаешь крокодилов гоняю мужик так нет здесь крокодилов так поэтому и нету вот как то вот так это выглядит покейники покойники то знаешь как косы боятся особенно мальчишки Их только ею обратно и загонишь. Откуда знаешь, сама же... Не, не, ты подожди, сходи с меня разговор. Откуда знаешь? Вот это интересно, откуда она знает, если не видела? Так, во-первых, я не говорила, что не видела. Да ладно, ну-ка, подожди-ка. Ну да, не говорила. Твоя, правда. Ну, вообще, да, не видела никогда. От старшей жрицы слышала много-премного правдивых историй. Не б ее опыт, а то вдруг струшу за виде покойника. Даже, наверное, лучше сказать, без покойника. Мне кажется, у нее немножко зубов не хватает. Так, а девочки, что девочки? А девочки-то выйдут, поплачутся на плече и обратно улягутся на левый бок. Это ли будет со мной после гибели? Станули подниматься из земли хладной покойницей, тщетно ища утешения на плече верной подруге. Почему обязательно на левый бок? Ну, так удобно просто, не знаю. А я, кстати, их спрашивал, молчат. Вот и не знаю, может так комфортнее. Я же говорю, удобнее просто. Когда на земельке сплю, тоже всегда на левый бок ложусь. Правда, удобно. А, так, все, хватит меня разговоров, погнали. Уля, погнали. Куда перейти? Подожди, а тут есть что-нибудь, типа? Карта есть. Идем с могилкой на сухое поле. А где это сухое поле? Как бы справа есть зона большая, через речку. И слева есть зона, но она поменьше. Здесь можно наверх перейти, давай пойдем. А нет, я и шаг туда не ступлю. Глаза мы не видели проклятого чертога. А, ну то есть, видимо, мы пока не можем пойти туда, куда не надо. Мужики из аватара. Тут можно перейти. Еще вчера я на могилке дремала, выдумала загадку. За сто лет не угадаешь. Ну, давай, свои. Настало время охуительных историй, ребят. Загадывай. Собрались как-то на праздник быка, олень, волк, покойник и ворон. И сказала госпожа осень, принеси достойную жертву, дабы усладить духов леса. Ворон сказал, кар, много ли во мне крови на усладу духом? Принесите в жертву волка. Волк сказал, тоже осмелится поднять колык на волка, сына леса. Принесите в жертву покойника. Покойник промолчал, но указал костяным пальцем на оленя. Фу! Олень сказал, хорошо. Мне быть жертвой. Кого принесли в жертву? Ну, мертвец никаких аргументов-то не предъявил, поэтому его. Правильно. И как ты додумалась? Или волшбу свою применила? Простая же загадка. Ты чё так хвасталась? Хвасталась, не пойму. Ой, да ну тебя. Пойди наколдовала себе решение. А это, между прочим, не честно. Ой, да... Наколдовала решение. Ни знаков никаких не делала, ни выражений каких. Здрасте. Давно стоите? Чё ждёте? Берёзоньки, кладбище, место кое поганое. Сухое поле. Символ цикличности и блаженной мены. Волею владычицы обратилась для нашего сестринства вечным напоминанием о неизбежной кончине. Чувствую луковые взоры, десятки духов в поди. Чего духов в поди наблюдают за каждым нашим шагом? Живым здесь уж точно не рады. Без могилки я бы и шага сюда не ступила. И как только она, босая, пробирается меж могил такой лёгкостью. Не шлёпнись у меня тут. Помнишь, что я тебе о семенах говорила? Они поднимутся из земли беспокойными духами. И добрую судьбу себе накликаешь. Они должны прорасти, обернуться свежей души с литровой. А, подожди, это что, это было время? Бля, трёшь с семенакой мы стали... Нельзя... А, ну я типа правильно ответил, да? Я не успел просто нажать на кнопку. Я не успел прочитать. А там время, оказывается. Ну и как это называется? Пойдём и не ворочай мне тут камушки. А-ля, тут ещё и куты-ехи будут какие-то. А я откуда знал-то? Я даже смотрю, какая-то полосочка. Они же не написали, торопись, спеши быстрее. Принимай решение. Кажется, успели. Вот они. Тут отдыхают. О, гляди, свеженькую вскопали. По ком интересно? Пустая могилка. Нет, не стоит заглядывать во вскрытую плоть земли. Духи только их ждут, когда я оступлюсь. Коснуться, как мигом душу изворотят. Так, могилка наклоняется к одной из могил и начинает шептать. Пожалуйста, не стоит развешивать уши. Сакральные ритуалы не дано наблюдать чужим. Хотя могилке, кажется, всё равно. Ну, не знаю, с точки зрения вообще всего вот этого оккультизма и прочей беды. Тем более, что она сама говорит, что типа не стоит. Может быть, не стоит всё-таки? Давайте отойдём. А что ещё загул несёт из деревни? А то сейчас действительно что-нибудь накликаем, беду какую-нибудь. Что это там? Ох, вовремя же мы притащились. Праздничная процессия направляется прямо к нам. И кто же виновник торжества? Или виновница? Затуманенные очи так и норовят соврать. Что ж, они всё ещё являются... Являют мне вещи сны. За это я им благодарна. Шрифт такой неудобный для глаз, я бы сказал. Идти толпе, конечно, ещё долго. Ну и отлично. Весь солнце сменится, пока могилка там... Могилка вот так. Гилью, что ли, провожают? Уже всё? Ну, так пора. Выходит. Ей стукнуло сегодня девятнадцать. Да нет, я про твой обход закончила так быстро. А то. Это радует. Думала, семь шкур с меню, покуда дожидаюсь. Ой, ну тебя. У меня тут всё уже привычное. Одна только коя третьего дня засыпана. Даже не верится, что Гилью уже ждёт благая мена. Благая мена. Проклятая мена. Важнейший праздник. Тожество жизни. Только не для нашего круга. Ох, не обрадуется толпа моему присутствию. Пока мы лишены радости, мены. На этом празднике нам нет места. Хотя какая к чертям разница? Пусть думают, что хотят. Пусть себе перешёптываются. Я останусь понаблюдать за процессией. Процессия подходит. Это как буклетик с программой в театре. Чтобы не ошибиться, что происходит. Голос из толпы. Ведьма! Сжечь ведьму! Сжечь Сассандру! Началось. Да, ведьмы. И что? Что им с того? Наслушались о нас вранья, проклятые владычицы. И повторяют, и повторяют. Ох, не стоило мне так великой. Как же я рада за тебя Гилья с благой меной обнимает. Что-то у меня чуйка недобрая. Благодарю, добрая жрица. Не бойся. Я провожу тебя. Больно не будет. Обещаю. Серьёзно. Не бойся, Гиль. Мы с тобой. Голос из толпы. Муж Гилья. Не верится, что наше с тобой время вместе закончилось столь скоро. Прощай. Благодарю звёзды и землю за всё счастье, что мы разделили. До встречи. Передавай привет деткам. Скоро им выпадет доля воспитывать родную мать. Вспомни тревоги и горести прошлой жизни. Сожми их в кулачок. На той стороне оставишь их под корнями старого вяза. Она её сейчас на перо насадит. Итак, Гилья красноречивая. От четвёртой луны в мир принесённая землею сырой и вскормленная. Готова принять узы матушки земли прародительницы мха плесени и корня человеческого... Корня человечьего. Человечьего корня. Гилья такая как бы сомневается. Видно, как боится. Ничего удивительного. От одного вида процессии сердце уже мечется, а уж была бы я на её месте. Подбодривание из толпы. Готова. А если бы сказала, что не готова? Готова. Здесь букву В надо убрать. Голос дрожит. Готова утопнуть во мгле и, задохнувшись, вернуться вместе с солнышком на волю. Готова. Готова ли душой скитаться в бездонном колодце до благостного рождения? Готова. И, наконец, желаешь ли снова обратиться с звеном некончаемой цепочки жизни? Да, страстно желаю. Умничка моя. Пойдём. Тебя заждались. Ебать, они их, короче, всех гасят. Держи флакон с чёрным молоком. Молоком. Помнишь, как ещё его называют? Да, последние слёзы радости. Молочинка. И всё до последней капельки. Слёзы на вкус сладкие, приятные. Ничего не бойся. Угу. Владыки, она вся дрожит. Так ясен хрен, она прекрасно понимает, что там сейчас будет происходить. Гелия выпивает флакон. О, какая же ты у меня умница. Видишь, нисколечко не страшно. Гелия кивает и улыбается. Угу. Гелия, пора твоя пришла. Загляни внутрь землицы. Отдайся её тёплым материнским объятиям. Она укроет, будто шершавым одеялком. И сохрани твой безмятежный сон. А я буду нашёптывать колыбельное до твоего следующего рождения. Ох, я даже запыхал в такие длинные приложения. Мы все будем с нетерпением ждать твоего возвращения. Волосы столпы. Это верно. Волосы столпы. Возвращайся поскорее. Волосы столпы. Счастливого пути тебе и твоим пассажирам. Извините, в такси. Дыши, Гелия. Вдыхай терпкий дух мёртвой травушки. Слушай её радостный шёпот. Гляди на солнышко. На закате оно станет тебе проводником на ту сторону. Еба. Гелия пизданулась об пол. Могилка. Опытом. Гелия. Какая ты у меня мужчинка. Бойся. Я тебя не оставлю. Честно, честно, не оставлю. Делает надрез косой пиздык. Радостно кричит душа. Радостно кричит душа. Живая, живая. В лес. Душа бежит. Она живая. Ей больно. Радостно дрожит земля. Живая, живая. Кости ей несём. Они смеются невольно. Ура. Голос из толпы. Ура. 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 Голос из толпы. Доброй дороги. Гилья. Да ей пизда уже. До свидули. А где она ей надрезала? Спину что ли, блять, ебанула? Я думал, башку надо отпилит. А она ей по спине просто шарахнула. Счастливого пути вам и вашим пассажирам. Скорейше тебе дороги домой, Гилья. Наша трава радостно шелестит, провожая уходящую душу. Да, путь Гильи вскоре продолжится. А продолжится ли когда-нибудь мой? Ух, нечего пустыми тревогами омрачать сладкую тризну. Пора возвращаться в деревью. В деревью. В деревню. Хоть радостный гул и разогнал духов средь сухой травы, все равно как-то не по себе. Короче, это какая-то дичь, ребят. Это получается, они когда доживают до 19 годиков, они их пыряют. Ну, слава богу, хотя бы чем-то сначала обкумаривают, чтобы сознание потеряли. Потом пыряют, закапывают и типа думают, что последующие дети, которые у них рождаются, это, ну, предыдущие павшие. А как, блядь, они выжили? У них там что, рождаемость? Ну, а что делать-то, господи? Деревня, люди все молодые, до 19 годиков. Телевизоров нет, ебутся, блядь, да и все. Ебутся, дорожают, ебутся, дорожают. Ой, блядь, дичь какая-то. Кирфилл и Могилка возвращаются в деревню. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Перейти. Подожди, женщина, стой. Изгой. Синица. Где, блядь? Не знаю уж, как тебя по имени звать, ведьма. Изгой? Чего этой оборванке понадобилось? Кирфилл меня зовут, хотя синицы тоже нередко кличут. Чем обращаешься, безродная? Чё тебе надо, ничейная дочь? Может, так вот её прям напухую? А, давай. Знать хочу. Что мне жизнь уготовила? Есть ли место счастья на избранном для меня пути? Ты же ничейная дочь, получается. Только не говори, будто хочешь, чтобы я гадала за даром. Нет уж. Иди вон у червей, выпрашивай прорицание, они тебе точно расскажут. Чем уплатишь? Не, ну мы, как настоящая ведьма-медьма, должны, во-первых, бабла зарабатывать, да? То есть, чем уплатишь? Протягивает медвежий клык. Вот, достойная оплата. Глаза мне верю. Откуда у неё мог такой взяться? Стащила, поди. Совсем, что ли, бестолочь не знает ценности медвежьим клыкам. Ну, у них там своя денежная система, я так понимаю. Там, медвежий клык, это как три шкуры овцы, допустим, или что-то такое. Всё же хорошо, расскажу тебе. Набирает воды. Плюй. Эм, чё? Плюй воду. Ты ведь свою судьбу хочешь узнать? Значит, нужно, чтобы что-то от тебя в эту воду попало. Могу локон срезать или крови пустить, если тебе прийти ты, ноя. Не надо, блядь. Кто бы мог подумать, что я стану повелевать законами бытия ради безродной бродяжки. Она ещё смеет надеяться на счастье. Сама наивность. Итак, заговор. Может, опробовать тот, что давеча выдумала Лира? В мастерстве её слова я не сомневаюсь. Произнести заговор. Мать-земля, твори предо мной чужую судьбу. Путь воды звезды нашепчет мне волю твою. Вижу гладкую вязь, шептание снов, искажение лиц, тишину облаков. В отражении своём вижу лики богов. Падите ниц. Вас лишаю оков. Блядь, как у меня получилось это сделать? Одновременно кутые и прочитать? Я чувствую в себе небывалую мощь, блядь. Взять горсть ведьминой пыли и бросить на поверхность воды. Младыки. Верно, очи, меня сегодня обманывают. Просыпь. Рогая, но с парой больших комьев. Ещё и форма у них неровная. Удивительно. Трактовать буквально, говорить, загадками. Давайте всё-таки загадками. Давайте поебём ей голову. Вижу чистое небо над головой ребёнка. Сады расцветают по её приближении. Лилии щедро бросают лепестки у её ног. Ой, блядь. Кашляет меня, убивает проклятые рудники. Из одной семечки рождаются три колоска. Хрохотный дождь несёт страшный потоп. Врёшь же. Красивую сказочку рассказала для наивной бедняжки, ищущей комфорта и покоя. Вот только я ценю правду по боли будоражащих умфантазий. Хочешь верь, хочешь не верить? Ваше судьба ныне запечатана в камне. Ищешь иной судьбы? Ну, давайте второе. Предлагаешь верить этой чепухе? Нет уж. Не за тут и меня приняла синица. Предсказание явлено. Менять мне в нём нечего. Убеждать слепого, что над ним светят звёзды. Всё равно, что воду в суд питал. Да что в итоге-то она сказала? Я что-то так и не понял. То есть это будет хорошо или это будет плохо? Это что-то про колоски из семенов. Из семенов, блядь. Ха-ха-ха. Из семян. Ты была прият... Чего? Ты бы приняла мои слова, будь в них больше дурного, верно? А, ну давайте так. Ну да. Да, не бывает жизни, лишённой ненастей, а уж жизнь... Чего парии? Парии. Имя полнится день ото дня, как полагаю и твоя. Поверила бы ты ведунья, услышав нечто подобное? Блядь, не, наебоз какой-то. Буду на права. Я бы засомневалась и провела обряд снова. Поклянись небом, что молвила правду. Клянусь небом, потому свидетель. Клясться небом? Нет уж. Довольствие со своими бестолковыми сомнениями. Ну, чё, господи, мне не сложно. Гляжу, не боишься гнева, владык. Что ж, будь по-твоему. Или что? Жрица, и к тебе у меня есть вопрос. Чего надо мной? Хочу знать, что ждёт изгоя после смерти. Ммм. А, поняла. Так. Чё так медлить? Говори уже. Как есть, тем более она у нас такая правдолюба. Не томи. Настолько ли всё худо? Ну, у изгоев ведь ни прародителей, ни имени, ни призвания нет. Нет, даже души нет у них, у вас. А души нет, потому что она рыжая. Это не потому, что она изгой. Вот, смотрите, она рыжая, всё, души нет. И души нет. Ну, конечно же. Так сказал Картман. Я ему верю. Поэтому тебе никак не увидеть нового рождения. Вот как выходит. Проклятая судьба надо мной поглумилась. Ну, вот чего-чего. А живут в одном теле изгои дольше других. Ага. Я просто ещё думаю. Получается, вот этим вот двоим... Типа нету девятнадцати. Но им же типа есть девятнадцать. И ведьма Кирфилл, которая... Она же... Сетовала на то, что вроде как... Это у неё не будет перерождения. Значит ли это то, что их не убивают? Оказывается, похоже, да. Переживают закат прямо как мы. Милость... Да-да-да-да-да-да-да. То есть эти все... Милость данной владычицей обречённым. Так... Так подожди. Получается, что они друг друга-то режут по... Воле какой-то владычицы. Типа королева у них там. Кто царица, я не знаю. Графиня, блядь. Графиня водки. То есть такая, прикинь, решила, Что будут только молодые люди жить. В нашем государстве, блядь. Ебанулся. Изгой под нос. Ага, но всё же наврал. Прокляйся. А ведь меня ждёт та же участь. Безвозвратная смерть. Значит, для владычицы... Что ведьма, что изгой. Нету никакой разницы. Сколь низко мы пали, да? Мне всё покой не даёт. Вроде безродное, а такое светлое будущее. Они же обычно с голоду мрут. Ты хоть когда-нибудь раньше нагадывала такого? Не часто. Помню, пророчила подобное дому охотнику. Его через неделю растерзал кабан. Нельзя таких ошибок признавать на людях. Что-то не припомню. Повезло же ей. Типа, как бы, нет, мы ошибок не допускаем. Ну вот ведь какая судьба поглумилась. Она же родится снова, и вся жизнь, и все блага в итоге коту под хвост. А, она же не родится снова. Это получается, что... Подожди, я пытаюсь сейчас вот в эту канву как бы вклиниться. То есть получается, что они считают, что делают как бы круговерть. То есть такие умерли, заново родились в этой же семье. И все блага, которые семья нажила, Это типа твои блага, которые ты должен приумножить до того момента, пока тебя пырнут опять. Ебать, они конченые вообще. Взгляни-ка, чем бездомная мне уплатила за предсказание. Показать медвежий хуй... Клык, извините. Да ну, медвежий! Конский, македонский, блядь. Медвежий! И откуда только он мог у нее взяться? Откуда-откуда? Стащила, как пить дать? А ты-то ничем не лучше обманула глупенькую девчонку. И рада. Шучу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Такие надо. Правильно. Откуда бы еще она взяла такую ценность? Изгои испокон веков были варьем. Бля. Мальчик, жрица! Жрица, помогай! Вот там, у вяза девчушка лежит. Не дышит. Не окликается. Точно твоя забота. Подле молельного камушка? Да, аккурат у него. Ага, поняла. Прости, Кирф, я потопала. Увидимся. Владыки. Эйя же там часто гуляет. Можешь описать, как она выглядела? Молю землю. Молви. Что-нибудь сестра нас покинула. Ну, в темной рясе, с оберегами на шее. И браслетик вроде был. Прям как у тебя. Владыки тщедушные. Эйя. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Быть того не может. Так вот, о чем ворон предупреждал. А я бестолочь и не поняла. Тихо. Ох, сердечко болью откликается. На кошмарную весть. Так это у тебя, походу, просто сердечная недостаточность. Или в соврожденный порог сердца. Нет, не до этого. Сейчас, держись. Мальчик уходит. Ай, блядь, больно в груде. Кажется, стихает. Скорей к сестре. Карта-то... Но я уже сам нашел. Блядь. А как? Оооо. Дали человеку с топографическим кретинизмом карту. По-моему, это слишком жестоко даже для азиатских понятий. А, так, подожди. Вот так вот можно пройти. Сейчас направо, до моста и вниз. Все, понял, 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 пошли. Опять же, в 2D-шные на выле карта, блядь. Серьезно. Так, вот он мост. Ага, вот здесь можно перейти. Все правильно. Так, сейчас, секундочку. А, сорян. Гребаный насморк просто убивает меня. Так, ладненько. Погнали. Ага, нашли. Получается. Самая талантливая сестра, самая юная и могучая, с таким упоением ждала великого успения. Так любила играть в плетеную деву, танцевать весеннюю пляску земли. Ничего этого больше не будет. Лишь вечное скитание под землей, ни капли покоя. Все пропало. Великая мать, почему ты забрала ее так не кстати? Мало было нам горя. Неужели все теперь сгинем по воле упрямой владычицы? Я что-то вообще не врубаюсь в их лор. Бедняжка, дочь земли, ты не гневайся. Но мне совсем никак нельзя ведьмам подсобить. Уж прости меня бесполезную, но мать земля тебя не бросит. Еще вернет к жизни, точно-точно. Вы не серчаете, что вашей сестренке не могу помочь. Вавна. Вавка. Мы понимаем. Ступаешь, Риса, сами все сделаем. У них самая пожилая, судя по всему. Мягкой тебе землиться, Эя. Еще раз прости. Что исколзануло? Лирида. Какая она доходная. Да что это? Правду ли мать земля забрать нас намерилась? А ледухи недобрые. Ужель заслужили мы такое наказание? Не трепли ерунды, Элира. Успокойся. Как я могу быть спокойной сейчас? Нечистые силы срубить нас хотят. За восемь ночей до успения сестренку извели. Как теперь быть? И вот в круге нас осталось лишь трое. Троица облегченных душ. Решение у нас всего одно. Проведем ритуал успения втроем. Что нам еще остается? Как это? Чушь. Ох, Кельф, насколько ж ты дурная. Втроем мы ничего не добьемся. Только сами с гением подумала ли ты тогда... Блять. Подумала ли, что тогда останется знамо? Нет. Интенционно заебался, если честно, блять. А как иначе? Поколениями вчетвером совершали наше страшное таинство. И ты вдруг решила, что можно по-другому? Ну, естественно. Все ж так просто, да? Или забыла? Вся деревня на наших плечах лежит. Ежели оплошаем, всех погубим. Каждую. Живую. Душу. Прости, мою все разность. Знаешь же... Да нет. Подожди. Во! Я, подожди, хочу что-то придумать, в отличие от тебя. Придумываешь, как людей сосветуешь жить, молодчина. Тогда что предлагаешь? Ты критикуешь? Предлагай. Согласен. Я предлагаю не совершать непоправ... Блять. Непоправимую глупость. Неужели? Это так сложно понять. Конкретные действия какие будем предпринимать? Предпринимать. Ты просто ебешь мозгу. Прекращайте пререкаться. У нас сестра умерла. Ведете себя, как собаки, порзень. Порзень думать будем, как подобает ведуням. Попросим мудрости. У воды колодезной, да у ясеня. Понадеемся на их помощь. Вот. Слушай, что Лира говорит. Сейчас уже ничего не сообразим. На закате справим тризну, попочившей сестрице. После пойдем по домам и спросим у воды озарения. Разложим кости и камни. Чего? Вспоминайте запретные обряды. Да хоть чертей вызывайте. Любой ценой ищем решение. Через две ночи соберемся вновь. Обсудим, что надумали. Бля, это очень-очень сложно языком написано. Вот очень сложным языком. До успения всего восемь ночей. Восемь ночей, владыка. Все благие, господи. Все благие, владыки. Владыки все благие, блядь. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы язык стал попроще. На уходе солнца Кирфилл идет провожать почившую сестру. Куда идет? Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. А, все, пришли. Все, бля, пришли. Добрым сей вечер я назвать не могу. Заходи, Вавна ждет. А, мгновение. Хочу проститься, покуда еще не принялась меня. Ну, давай. Знаешь же, как Вавна отнесется к твоему промедлению. Хотя, когда мы всерьез воспринимали ее, Яри. Все же лучше поторопиться. Эя, славная Эя, я всегда восхищалась тобой, завидовала тебе. Страшно завидовала. Стыдно признаться, в какой-то момент ненавидела. Вести обряды годами, с самого дня посвящения, неслыханно. Ну, таков уж наш удел теперь. Отныне моя доля заклинать, пока не стлеет нутро, сожженное колдовским огнем. Подожди немного, я проведу тебя на ту сторону. Ну, пойдем. Кукла, колдуна? Вершая, беспощадная моя наставница, давно-то не ступала по земле. Уверена, даже на той стороне, где растеряла грозного нрава, не растеряла грозного нрава, и отправляется к вам, прими ее со всеми почестями, и не будь к ней столь строга. Быть может, самой вызваться соткать кукол Эй. Блядь, как тяжело. Как тяжело. Короче, они кукол делают после смерти своих подруг. Так их назовем. Кирфилат, ныне ты самая юная из ведьм. Тебе и вести обряд. Знаю, я готова. Эя, вот и настала пора мне заменить тебя на проводах души в иной мир. Готова ли? Так может быть, Эюшка-то у них и... Скурвилась именно по этому поводу, потому что не выдержала. Физически. Протягивает флакон с настойкой. Вот, держи. Помнишь, что это и как применяется? Честно скажу, твой заскорузлый ум меня безумно тревожит. Это сивая настойка для сближения с духами усопшей. Я буду на месте сестры. Моими устами огласятся ее муки. Мое тело будет движимо ей волей. Вот, вот, вот. Из-за частых употреблений сивых настоек, блядь, бедолага, походу, искурвилась. Следует испить хотя бы восемь капель, но не больше одиннадцати, иначе собственной души лишусь. Верно. Отдыхай, готовься и выходи к нам. Вместе поднесем погребальные дары. Да пошли сразу же, че хуле делают. Че он готовится-то, блядь? Помыться-подмыться, что ли? Нормально, сейчас так справимся. Вот тебе посох в дорогу. Сейчас про посошок, блядь, вспомнил анекдот. Ой, блядь, про палку в путь. Любимая сестрица послужит надежной опорой. Во время долгих странствований. Не страшись одиночества, оно согреет холодными ночами. Утипов встречаешь сестер. Они уже ждут тебя. Деревянные башмаки так не стопчутся за сотню верст. И пусть вечно остаются в тебе силы совершить очередной шаг. Возможно, всем нам придется вечно скитаться по землям мертвецов. Даже три пары башмаков развалятся под ногами. Раздели же со мной сладкую просфору. Дорогая сестра, когда тебе еще доведется поесть? Как настанет пора отправляться? Не бойся, я помогу найти дорогу. Обрати мертвый очек к солнцу, что садится за лесом. Оно осветит тебе дорогу в подземное царство. Как спустишься под зим, увидишь два источника. По обе стороны, левый и правый, обросший белыми лилиями и правый. Тот кроты охраняют. Из левого не пей. Поклонись кротам со словами. Меня мучает жажда. Дайте напиться и испей из того источника. Там одна бродить не смей. Заплутаешь и не плачь. Сразу окликни одну из сестер. Грису, Вишею, Леветку. Они будут ждать. Настанет день, и ты вместе с остальными вновь взрастешь из земли. И как взрастает летом цветущая полынь. Верь в это. Со всей искренностью, на какую способна. Пора начинать. Ох, сердечко снова трепещет. Помню, как Эя корчилась от боли, выпивая настойку. Неужели сивое зелье и впрямь такое злое? Но я-то старше буду. И к настойкам я давно привычно. Сейчас ласточки въебало, глаза вот такие стали. Как у Ведьмака в сериале Ведьмак. Справлюсь, сомнений вон. Бухай! Вот-вот наши души сплетутся, и я стану исполнительницей последней воли. Почувствую всю агонию души, запертой в недвижимом теле. Земля, дай мне сил выдержать это испытание. Вот и оно. О, глазки красные стали. Подкурилась. Разгорается в очреве кладовской огонь. Чувствую его яростные переливы. Или сестринская душа уже берет свое. Так или иначе, я готова. Держи себя в руках. В смысле? В смысле? Ааа! Будто горло сковали. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Тих-тих-тих-тих-тих. Отныне я верно дышу за нас обеих Ох Мечится сердце, чувствует близость смерти, боится Дыши, глуши, дыши Держу, держусь Души свиваются, кружатся в последней пляске Подобные танцы не обходятся без боли Уж мне-то это известно Блядь, вот тут вот зря, конечно, сделано Как Куты Е у тебя вместе с чтением Снапрягается, это странно, блядь Тепло, тело наполняется колдовской силой Душа трепещет, пора начинать Просфора покрылась плесенью, умерла Пища поставь к любимой сестре Хавай Это не я ем просфору, а ты Ее, вкушай свой последний ужин Ууу, гадость Ничего удивительного Эта еда не для живых, хотя бы сестре Услада Да хавай ты, ёб твою мать Ясно, отчего же вы Спокойниками не делят обед Аааа, блядь, снова становится худо Держи, 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 куда? Она, она меня не слушается, эта штука Это в смысле? Ох нет, проклятое, нутро огнем Пошло Ужая душа рвется вон Скребет изнутри Эй, нет Успокойся, я тебя не пущу, блядь Тихо, тихо, тихо Взады, взады Нет Ритуал еще не окончен Кончай, сестренка Блядь, тихо, тихо, тихо Не окончен Потерпи ты, ёптва Разбитое сердце умереть В ходе обряда Заебись Заебись у меня получилось Не Могу Пошевелиться Вдохнуть П-п-пиздец получается Я вообще не понял, как эта херня работает Дюрфил погиблый Ведьмы не смогли исполнить свою роль Деревня обречена Да похуй у меня на деревню, блядь Все, давайте, короче, без вот этой Ляськи-масяськи Будем сейчас Конкретно просто Заниматься тем, что Пытаться удержать эту поебень Ну, вот там, где она должна быть Ляськи-масяськи 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 Ну Сожри ты, блядь, ее Ну, за какой-то момент Эта штука перестала меня слушаться Вот как сейчас, допустим Давай успокоимся, да? Не-не-не-не Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз Ты куда делаешь-то? Ты куда? Куда ты делаешь-то? Да нет же Нет же, говорю же Блядь, коза не бекай Коза бекает, бесит Да потерпи ты Вот и все, ты боялась Даже юбка не помялась Более-менее понял, как это делается Ну, блядь, что-то я весь напряжен Как будто первый раз на сноуборде еду О, блядь Отдышались получается Затихло Да, хвала богам Надо продолжать Из последних сил Направить, наконец, ярящуюся душу верным путем Духи природы, духи деревьев Реки Рек и корней Успокойте бурный нрав Повелеваю Явить мне беспокойной душе Дорогу в мир мертвых Примите эту жертву В знак благодарности За вашу помощь Нетленные Пусть кровь А, пиздайте, Агнец Ха-ха-ха-ха Вот ты бесил меня, сука Ты меня бесил Вот тебе Пусть кровь Агнеца Напитает землю А его тело станет пищей для вас Могучее Ведьмы забивают ягненка Сапогами до смерти Совсем молодая кровь Вот так угодили духом Не посмеют теперь Воспротивиться моей воле Пора заклинать Будь же свободна, Эя Услышь эту прощальную песню берез Нежный шепот земли И хохот безумных чертей Не страшись Вся природа сегодня Подчиняется нам с тобой Беги, сестра Духи сопровождают тебя В последнем шествии Не остановись Не обернись Не воротись Не остановись Не обернись Не воротись Беги за умирающим светом Его тепло согреет душу Не остановись Не обернись Не воротись Не остановись Не обернись Не воротись Бегись за последним лучом Покуда он светит Путь открыт для тебя Не остановись Не обернись Не воротись Не остановись Не обернись Не воротись Беги теплой кровью Выслан твой путь Не остановись Не обернись Не воротись Не остановись Не обернись Не воротись Пиздык Чё-то пошло не по плану Походу Дети Плесени Такая вот игрушечка, судя по всему, будет неплоха Какие-то неуловимые вайбы Мор Утопия присутствуют Вот оцените всю обстановку И я думаю, вы со мной согласитесь Спасибо, что опробовали первую главу Если вам понравилась игра, расскажите о ней друзьям И добавляйте в полный релиз В список желаемого Страница Steam здесь Ясненько, ладненько Ссылочку на Steam-страничку я оставлю в описании под видео Не забывайте проставлять ваши лайкосики, оставлять комментарии Заходите в группу, ссылочка внизу в описании под видео Там же ссылочка на телеграм-канал Ну а на сегодня все, я с вами прощаюсь С вами был Евгений, ну или Матрикс Всем пока-пока, еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok